Доброе утро, уважаемые друзья! Сегодня 16 июня 2015 года, вторник у нас, день опционов, к слову сказать. С вами Игорь Суздальцев, ведущий видеопортала трейдеров Utrade.tv и мы начинаем программу «Торговый план». Начинаем, как обычно, с новостей. Новости у нас сегодня такие. И обостряется обстановка у нас, конечно, диалог с Пентагоном, влияет это прямо на все финансовые рынки в мире, не только на российские. Ну вот вчера обменялись, так сказать, мнением о том, что танки появятся в ближайших к России государствах, Прибалтики в первую очередь, ну и Москва заверила Пентагон, что даст адекватный ответ и сможет быстро нарастить силы вдоль западных границ и перебросит в Калининград Искандеры. Вот Илья Коровин. Скоро Искандеры будут у вас там по соседству строять. И я, кстати, не сомневаюсь, что это случится, потому что риторика нагнетается. Более того, посмотрите, что США сказали вчера. Они объявили о намерении разместить в Европе истребители F-22 Raptor, а это, между нами говоря, многоцелевой истребитель пятого поколения, первый, который серийный стоит в войсках, не пробный, не в испытаниях, а вот уже пятое поколение daily basis, ежедневная основа летает, патрулирует и так далее. Вот. Поэтому это очень серьезное заявление, сделала его министр обороны, министр ВС США Деборович Джеймс. Вот. И, конечно, вот на что надо отвечать. Надо срочно вводить в наши войска истребители пятого поколения. Уже хватит их там тестировать, проверять что-то там. Уже вот они, уже в небе. Скоро будут там в двух километрах от границы стоять. Следующая новость, коллеги. Очень интересно. Евгений Гантмахер, специалист, кстати говоря, по выборам, очень много пишет о системах выборов и так далее. Он полагает, что Владимир Путин готовится объявить досрочные президентские выборы. В ведомостях сегодня статья «Стекрет досрочных выборов». Он объясняет это тем, что, так сказать, эйфория Крыма проходит, экономическая обстановка ухудшается, снато ухудшается, поэтому лучше провести выборы в 2016 году вместе с Госдумой в сентябре следующего года досрочные, провести выборную кампанию в ленивые летние дни, сокращенную вместо шести месяцев в трехмесячную и так далее. И вот за счет этого еще шесть лет поруководить, потому что что будет в 2018 году, предсказать трудно. Вот, поэтому выбраться в 2016 будет легче, чем в 2018, как по срокам. Не знаю, насколько можно доверять этому предположению, но оно сейчас бурно сегодня утром обсуждается. Смысл в этом есть. Есть смысл. Действительно, определенные политические плюсы в этом есть. Ну, посмотрим на реакцию, как официально Кремль на это отреагирует. Следующая новость, коллеги. Вчера сделала большой сбой, вечером сбилась, пообещали после семи, после восьми, ну, в общем, после десяти открылась, причем обратите внимание, как открылась. Открылась так, московское, значит, общение Клиентом Форс, прямо я читаю у Романа Некрасова в Market Labs из сообщения из КВК. Клиентом Форс, по просьбе участников, начало торгов на срочном рынке, признено на 22.20. И народ комментирует здесь, что один из брокеров сообщил, что у московской биржи существует особая каста участников, которые могут переносить торги. Это что такое? Это что у нас за конкурентная среда такая? Что за такие серьезные ребята, которые, так сказать, могут по их просьбе приостановить начало торгов? Это вообще не серьезно, это не рыночная мера. Вы хотя бы не сообщайте об этом тогда, тихо, вот так, по технологическим причинам. Медвед пишет, Игорь, избавьтесь от эхо. У нас нет эхо, это посмотрите свои динамики, Медвед, это точно я вам говорю. Далее. Так вот, кто работает на бирже, повнимательнее. Они создали себе монопольную ситуацию, о качестве не заботятся, теперь эти сбои могут быть постоянными, тем более, если по заявке клиента это все делается, особая каста участников. Надо создавать, конечно, второй источник места работы, это или американский рынок, или Форекс, но что-то надо придумывать, потому что сейчас могут на неделю закрыть, и ничего вы никому не докажете, как о случае с Энергобанком. Тут осторожно надо с этим. Далее. Следующая новость, коллеги. Ключевая ставка вчера снизилась. Вот как я вчера говорил, что снижение ключевой ставки для российского рынка – это плюс, рубль будет укрепляться. И, пожалуйста, 54,50 – это 29 копеек укрепления к доллару, и 61,48 – 21 копеек укрепления к евро. Не надо сравнивать это с западом. Там, если полпроцента понизить, тогда, да, становится дешевле. Тогда, так сказать, падает валюта. А у нас-то наоборот, у нас настолько она задрана в разы, ну, полпроцента и 12,5, как вчера было, наверное, есть разница. Поэтому у нас до 3% можно смело понижать, и будет только рубль расти от этого. И вчерашний день это прекрасно доказал. 11,5 вчера, да, на 1% снизили, прекрасно. Вот вчера Банк России – молодец. Я это говорю раз в году, чаще не получается, повода нет, а вчера Банк России – молодец, снизил на 1%, надо еще на 10 снизить, и тогда будет вообще молодец. Двигаемся дальше. Значит, мне спрашивают, про Жанну Фриске скажите. Да, Жанна Фриске – очень уважаемая певица, человек, личность, скончалась сегодня, искренне самые соболезнования, я к ней прекрасно относился, и хотя, может быть, она не самая голосистая певица, но хороший очень человек был, порядочный, достойный, все это отмечают. И актриса, кстати говоря, мне она понравилась в фильмах, о которых я видел. Так что самые искренние соболезнования мужу и семье. Двигаемся дальше, коллеги. Сегодня у нас по плану, значит, сейчас мы поговорим с обстоятельствами, всем это очень интересно. Александр Булгаков нас повторяет, это не Банк России, молодец, а люди из Минфина на вирусы Хибзадова просто надавили. Я не знаю, Александр, что там было, но может, это надавило наше голосование. Мы же проголосовали, что должно быть снижение. На полпроцента или на процент два таких основных было предложения. Вот наша публикация о том, что мы проголосовали и большинство участников ГТВ, наверное, и надавила. Я шучу, ну, конечно, все это понимают. Ну, вот хватило ума не спорить, а как бы согласиться, снизить на проценты. Уже хорошо, уже хорошо, хоть какое-то взаимопонимание. Далее, коллеги. Сегодня у нас, значит, мы в 13.00 сегодня первый раз, да, в 12.00 первый раз поторгуем на СиЭн, на Орбиксе. Все-таки ДЦ и СиЭн другие, несколько разные, я думаю, котировки будут. Ну, посмотрим все вместе. В 13.00 у нас будет первый раз передача акции. Сергей Сергеев из Москвы будет проводить. Очень интересно. Посмотрим, как это будет. В 14.00 будет Вадим Галкин. Поскольку вчера у Евгения Аш-2Т появился вопрос, как точно работать в системе. Сегодня я попросил Вадима ответить. Он сказал, да, я два часа приду, потому что там 60.000, а получается ни одной сделки не было. То есть 60.000, получается, это какой-то просмотровый режим. И даже 250 непонятно будет. Или нет, там получается 10.30 надо, чтобы входить в сделки вместе со всеми. Ну, вот сейчас мы как раз у него знаем. 300.000 или сколько надо. Ну, и так дальше у нас по программе. То есть вот эти три новых момента. ИСИН, Акции и Вадим Галкин отвечают на вопросы. Сегодня будут. Пожалуйста, все вопросы, которые есть, можете приготовить. Медведь пишет. Игорь, дайте, пожалуйста, ссылку, откуда вы читали инфа. Вы про что сейчас задаете вопрос? Про какое инфа? Конечно, ссылочку в чате сейчас приложу. Ну, смотря, о чем вы спрашиваете. Ссылки-то разные. Ну что, коллеги, двигаемся дальше. Спросим у монеты. Что монета думает на этот счет? Российский рубль. Мы говорим, продолжится селлбай, продолжится ли положительная энергия, данная вчера снижением ключевой ставки сегодня или нет. Я очень надеюсь, что продолжится. Но вот не знаю, что с монетой надо сделать. Может, потереть в сторону бай, еще что-нибудь сделать. Ну, вроде как, мухлеж будет. Ладно, не буду. Российский рубль. Покупать или продавать? Вы можете загадать свой финансовый инструмент, и монета подскажет вам направление сделки. Так, приготовились. Бросаем, смотрим. Бай пишет монета. О, паньки. Монета пишет бай. Господа, а жизнь-то налаживается. Давайте посмотрим, разделит ли с монетой оптимизм наши спикеры сегодняшние. Илья Коровин, трейдер из Калининграда, специалист в области опционной торговли. Включайте камеру, микрофон, расскажите нам, что вы об этом думаете. Доброе утро. Доброе утро. Ну, у нас в первую очередь подведение итогов экспирации. Вчера была экспирация. Не без проблем она прошла, но на самом деле я ничего страшного в этих технических вещах не вижу. Было все достаточно в рамках. Тестируют, вводят автоэкспирацию. Да, да. Илья, я слышал, что с вас сняли кучу бабла вчера. Ничего, нормально? Или не было такого? Это товарищи, у которых всегда стакан наполовину пустый, я так понимаю. Да, то есть биржа чуть-чуть споткнулась и сразу же начинают конспекологические всякие эти самые заговоры, рассказывать, что это кто-то делает специально. Нет, биржа на самом деле очень много делает для того, чтобы упрощать нам жизнь опционщикам. И я, честно говоря, это всем приветствую. Потому что автоэкспирацию, которую мы ждали много лет, она была введена совсем недавно. Вчера был первый раз, когда автоэкспирация приходилась в условиях квартального опциона, то есть вводили ее на промежуточные, но, видимо, в связи с этими нововведениями на квартальнике это сказалось. Но ничего страшного, особо вчера не было. Остатки вариационка после дневного пилинга отображалось неверно, но на дневной пилинг было все правильно отображено. Те, кто следит за своими позициями, те, кто понимает, что он делает, ничего страшного в этом для них не было. Я вчера на фейсбуке сам написал пост, когда увидел, что остатки не бьются, спросил народ, что происходит, да у всех ли такое происходит, потому что по позициям это было неадекватно. Сказали, что да, биржа моментально среагировала в течение трех минут, написала сообщение, что действительно остатки не бьются, ничего страшного, после клиринга все вечернее нормализуем. После вечернего клиринга биржа открылась на полтора часа позже, потому что пересчитывала эти истории. Вот и все. Никакого отношения к открытым позициям это не оказывало, никакое ГО не требовалось дополнительное. Все, что можно было делать, все, что хотели делать, все можно было делать. Хотя вчера очень неплохо отторговал во вторую половину дня, когда был как бы этот баг, совершил огромное количество сделок, там открывался в сентябре. В общем, вчера у меня был замечательный день, отлично закрыл экспирацию. По большинству клиентов сегодня с утра приходят очень приятные письма. Люди пишут, что не только приятно зарабатывать деньги, но следить за торговлей моей, как читать детективный роман. Потому что постоянно реагирую на какие-то изменения. Вот, в общем, все замечательно. А если пинать биржу каждый раз, когда у нее какой-то сбой происходит, ну это значит отношение к жизни такое у людей. Желание просто попинать, нежели какой-то конструктив получить. Ну это их проблема. Понятно. Илья, главное скажите, это то, что продлили задержку по 22-20, это не по вашей просьбе, нет? А здесь никакие просьбы быть не могут, потому что с рынком-то ничего не произошло за это время. То есть обычно эти конспирологии возникают тогда, когда происходит какое-то очень резкое движение. и биржу там закрывают. Были все эти истории в 2008 году, когда действительно на сильном движении, на очень сильном движении биржу периодически прикрывали. Причем это происходило на день, на два, на три даже дня это происходило. Вот. И ничего, я все это помню, все мы спокойно выживали. И это не потому, что кто-то это просил это сделать, а потому что это была защита инвесторов, по большому счету, потому что тогда был мировой кризис в 2008 году, и когда S&P там летал по 15%, мы в этот момент просто биржу прикрывали для того, чтобы риски, соответственно, наших рядовых участников были таким образом прикрыты. И на самом деле это приносило свою пользу, потому что в те дни, когда биржа наша не работала 2-3 дня, S&P мироваливался очень сильно, потом он выходил наверх, и когда он выходил наверх, биржа опять открывалась. То есть, в принципе, огромное количество рядовых участников тогда было спросено на жунковых. Вот. А то, что произошло вчера, это был абсолютно технический как бы момент. Дружина к никуда не ушла, жена к тухло стояла. Все это время, все эти три часа, практически на месте, там, в долях процента. Поэтому ни на ком это сказаться не могло вообще. То, что биржа осталась на два часа позже. Все, кто мог это сделать, могли сделать после открытия биржи. Под тем же самым ценам. Хорошо. Двигаемся дальше. Что сегодня делаем? Ну, давайте подведем быстренько итог экспирации, да? Конечно. Все-таки мы два месяца на эту историю июньскую тащили. Да. Если помните, в прошлый раз, значит, что я сделал? Сейчас пошла демонстрация, да? Пошла, видим, да. Ага. В прошлый раз я сделал конструкцию на Си. Ну, вот как бы последнее, что мы сделали с нашей долгоиграющей конструкцией. Я поставил... Илья, чуть покрупнее можем сделать? Это так мелковато все-таки. Я попробую. Как-то увеличить она может быть. Я поставил на то, что рынок... Хорошо, ага. Так крупно? Видно? Да, да, хорошо, ага. Ага. Я поставил на то, что рынок останется в диапазоне плюс-минус 3% от 56, то есть 54,50 на 57,50. Вот. Это для нас была зона более итоговая с учетом всех наших двухмесячных действий. Ну, вот мы закрывались в 55,037 вчера на Си. Вот. Я специально сделал скрин, потому что сейчас аналитик уже стер вчерашний день. Ну, вот скрин я сделал. Конкретно по Си наши все действия за два месяца привели к тому, что у нас минус 21 тысяча рублей от 1 миллион 300 на счете. И мы помним, что РИ за эти два месяца мы хеджировали Си через РИ. У нас накоплено... Две позиции связаны... Илья, Илья, звук. Звук, Илья. Тысяч рублей или 6% примерно к счету. Ну, много это или мало, как бы. В принципе, это, конечно, немного для опционов. Ну, надо результат сюда сравнивать с рынком. Мы заходили на Си, если помните, по цене рубль-доллара был 54,50. Закрывалась у нас экспирация 55 ровно, то есть 50 копеек всего 1% вырос в итоге рубль-доллар. Хотя падал в течение этого времени, потом отрастал, но вырос всего плюс 1%. Мы заработали 6. То есть, если сравнить с РИ, как бы, с основным моим инструментом, на котором я 90% позиции делаю, РИ за это время, за эти два месяца, вообще на 10% упал. То есть, в принципе, относительно рынка, это неплохой результат. Илья, у нас пропадал немножко звук. Какой результат финансовый получился за эти два месяца итоговый? В два месяца получилось 6%. 6% от депозитов. Хорошо. Ну, то есть, в итоге у нас, с момента, как мы начали эту историю вести, у нас сейчас 38%. То есть, начинали мы с миллиона, вот был миллион 320 два месяца назад, сейчас миллион 380. То есть, плюс 38%. С сентября. У нас, кстати, в сентябре будет ровно год, как мы с вами, Игорь, ведем, ну, мои онлайн-позиции. Да-да-да. Это шоу стало любимым для многих участников финансовых рынков. Ну, в общем, можно будет подвести какие-то уже итоги чисто за год, посмотреть там максимальный дроу-даун, прибыль, или все на свете. В общем-то, на сентябрь я как раз сейчас и формируюсь. Вот если говорить о том, что я сейчас предлагаю сделать, возвращаясь я в свое любимое РИ, СИ мы забываем на время, там ничего интересного я сейчас не вижу, потому что эта идея на рост, она была. В общем-то, она реализовалась, если брать от 50 до 57, этот рост произошел. Те цены, которые сейчас на СИ я вижу, они, в принципе, никакого смещения вероятности мне не говорят ни о чем. То есть 55 – это как вверх, так и вниз мы можем тут гулять между 50 и 60. Вот, поэтому направленной никакой позиции я не вижу. А если говорить о ненаправленной позиции, так или иначе, на продаже волатильности основанной, то, конечно, нужно это делать в РИ, потому что в РИ гораздо больше волатильность. В СИ волатильность 20-22 сейчас, в РИ волатильность в центре выше 30, поэтому что-то, когда я не знаю, куда идет рынок, я делаю, что-то нейтральное, больше от продажи, поэтому это мы делаем в РИ. Значит, ну, смотрим, если говорим о продаже, соответственно, какой-то широкий диапазон мы должны взять безопасный, ну, в течение которого я считаю, что рынок не выйдет из этого диапазона, я этот диапазон оцениваю от 700 пунктов ПРТС до 1150 пунктов ПРТС, то есть это тот диапазон, который мы фактически не пробивали уже, ну, очень-очень долгое время, да, как раз вот с осени прошлого года, то есть месяцев 9, мы из этого диапазона не выходили. Соответственно, я ставлю на то, что в ближайшие месяцы, ну, 2 месяца, 1-3 месяца, это как получится, объясню, почему попозже, в общем, я считаю, что этот диапазон так и останется, примерно, 700 на 1150. Что мы делаем? Соответственно, мы продаем верхний край 150-й в размере 110, сентябрьский, да, отмечаю, именно сентябрьских контрактов, и нижний край 650 контрактов, 7 сотых путов мы продаем. Но это, как вы видите, конструкция не проданной стренгл, она выглядит иначе, потому что вот такая вот у нас история здесь. В случае падения у нас прибыль резко начинает расти, прежде чем начинает снижаться, она сначала резко растет. Это за счет того происходит, что я еще купил 185-х кутов к этой конструкции. То есть я не показываю классический стренгл, проданный стренгл, я показываю что-то более сложное. Почему я делаю такую конструкцию? Видите профиль, да? То есть от 850 до 1150 у нас прибыль предельная к экспирации 280 тысяч, то есть порядка 20 с лишним процентов. Но если падение будет сильное и ниже 85 мы идем, то прибыль резко повышается и потом уже уходит в отрицательную зону в районе 670 где-то кутов. Почему? Потому что если все-таки риски какого-то резкого движения расценивать, то конечно это движение вниз. То есть резкие движения они связаны с какими-то угрозами, ну в первую очередь конечно военными. Если за это лето что-то произойдет опять серьезное на Украине, какая-то эскалация конфликта, мы конечно можем начать резко именно падать. И вот на этот случай вот у меня такой горбик есть. Если мы сильно будем падать, мы в принципе можем на этом даже дополнительно заработать. И в максимальной точке, там в районе 700 прибыль может составить больше чем 100% счета, вот где-то 1,8 млн прибыли может быть. А если рынок будет спокойно себя вести, то 280. Это профиль к сентябрю. Но на самом деле большую часть этой прибыли при спокойном рынке мы заработаем уже через месяц. То есть почему мы строимся на сентябре? Вот именно не потому, что я именно к сентябрю собираюсь ожидать этих движений, а потому что премии очень хорошие по краям, дорого еще стоят в сентябре, а прибыль можно взять досрочно. Вот я построил кнопку вот их, что будет, если у нас 15 июля рынок останется примерно здесь. Видите, из 280 тысяч 250 мы получим уже через месяц. Поэтому если рынок останется спокойным, мы уже через месяц можем всю эту прибыль забрать не за 3 месяца 280, а 250 за 1 месяц. Ну а если будет куда-то двигаться, тогда уже будем принимать решение продлевать дальше эту историю или досрочно ее закрывать. Вот, в общем, вот такая вот, не могу сказать, не хитрая конструкция. Конструкция достаточно интересная, не классическая. Вот показываю тоже еще один из вариантов того, что можно делать в продаже волок. Ясненько. Хорошо, Илья, спасибо большое. Если нажмете кнопочку остановить трансляцию, вернемся в эфир. Ну, самое главное, скажите, спасибо большое, очень интересно. Я считаю, 6% за 2 месяца это очень хорошо. Дай бог всем такого профита. Самое главное, скажите, вы сегодня в окно смотрели, там искандеров не видели еще? Нет, пока не видно. У нас отличная погода. Птички летают в голубое небо. Ну, будут искандеры, поборемся, значит, еще. Значит, нас не бросают. Тут, смотри, в чате написано, что кто-то из калининградцев желал бы проснуться в Кенигсберге. Я не знаю таких людей, вы знаете, честно говоря. Эти настроения были в конце 90-х, в середине 90-х годов. Последние лет 10 нам тут так хорошо в русском Кенигсберге, что никаких немцев нам тут нафиг не нужно. Ну, мы рады за вас, Илья. Это наш взгляд. Да, так что сохраняйте этот оптимизм и сохраняйте темпы заработка. Ну, будем надеяться еще и на лучшее. Спасибо огромное. Удачи. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Коллеги, с нами был Илья Коровин, трейдер, управляющий активами из Калининграда. Илья, если можно, дать нам ссылочку или скрин с вашего монитора, потому что иногда просто что-то почему-то не очень хорошо проходит сигнал. Может быть, интернет, силу интернета увеличит. Не знаю, что-то надо сделать. Народ говорит, что особенно кто смотрит сайты, тому не очень хорошо видно. Надо что-то придумать. Первое, если возможно нам скриншот сделать, мы с удовольствием его возьмем. Я, кстати, заставочкой сделаю, названием. О, кстати говоря, а как ролик-то назвать, Илья? Напишите нам в чате, пожалуйста, как ролик назвать. И мы эту заставочку поставим в качестве заставки ролика и назовем, как вы предлагаете в чате. Ну что, коллеги, двигаемся дальше. Андрей Зубков, трейдер опционами из Москвы. Ваше мнение, что сегодня делаем? Хорошо. Андрей Зубков. Так. Тяжело идет интернет по Москве. Это вам не из Калининграда. Это вам... Ого! Хорошо, хорошо. Давайте тогда пока... Андрей, давайте тогда пока приостановимся. В следующий раз, может быть, уже попробуем. Антонио, трейдер опционами из Москвы. Как у вас дела? Какие планы на сегодня? Чем занимаемся? Слышишь на меня, да? Сейчас, сейчас, сейчас. Еще не добежал. По поводу планов я еще не придумал. Слушал Илью, сразу возникли идеи, но, правда, к сожалению, было плохо видно. Я вот ему рекомендую перед тем, как начинать демонстрацию экрана, лучше увеличить масштаб браузера, и тогда будет видно на весь экран. А я могу, единственное, указать итоги по моей опционной конструкции, которая сделана с небольшими изменениями относительно, как это было у Ильи. Вот. Я сейчас запущу демонстрацию. Да, давайте. У меня, напомню, верхний край был там не 54, а 56 500. Поэтому у меня, в общем-то, в опасную зону я и не вставал никогда. Так, идет демонстрация, да? Идет. Сейчас еще чуть-чуть. Чуть-чуть еще. Подождем. Так, у меня уже пишет, что идет демонстрация. Да, да, да. Все, пошла и у нас. Я по этому показываю. Вот была моя картинка. То есть, у нас СИ заходил вот в эту зону, зону вот моей максимальной прибыли, которая могла бы быть 121 тысяча. Вот. Но в этот раз я ничего не делал, не управлял, когда мы, так сказать, начал опять у нас СИ снижаться. Поэтому вот просто смотрел, что произойдет. СИ закрылся вот на уровне 55 037. По моей конструкции это вот 54 тысячи составило прибыль. Вместо 121 максимальной, которая могла быть. Ну, это результат, так сказать, пассивного наблюдения. Можно было тут, конечно, дельку половить, похеджировать. Но наверняка все равно бы 121 тысяча в этом случае не получилось. Ну, наверное, получилось в районе там 80-70. Вот был такой итог. Все, похоже, начинаются торги. Да, нужно прощаться. Спасибо большое, Антоний. Удачи вам. Удачи вам. Коллеги, это был Антонио, трейдер опционами из Москвы. Торги начинаются. Всем удачи. На мой взгляд, день нормальный. Никакого особого негатива я не вижу. Можем и порасти. Напоминаю, что в 11.30 сегодня индекс потребительских цен по Великобритании. В 12.00 индекс экономических настроений из Ев в Германии. В 15.30 число выданных разрешений на строительство в США. Вот такие могут быть влияния на рынок сегодня. Всем удачи. До свидания.